Экзодус. Таинственный убийца Альфа-Легиона. Для начала стоит напомнить один постулат. Большая часть известной информации об Альфа-Легионе тщательно сфабрикованная ложь. Поэтому никто не может утверждать, что Экзодус, а именно такое имя или возможно позывной, изредка фигурировавший в отчетах и приказах во время боевых действий Альфа-Легиона, это какой-то конкретный космический десантник, обладающий невероятной, даже по сверхчеловеческим меркам Астартес, способностью к ликвидации командующего состава противника. Возможно, что под прозвищем Экзодуса скрывается целый отряд искусных убийц, способных посоперничать с лучшими представителями Официо Ассасинорум. А возможно, что данный позывной не более чем вымысел и очередная ловушка, мастерски созданная двадцатым легионом. Но если остановиться на том, что данный воин или отряд существовал в действительности, то по весьма обрывочным и не всегда достоверным слухам мы можем составить следующую общую картину. Только не забывайте о том, что большая часть сказанного об Альфа-Легионе это тщательно сфабрикованная ложь. Экзодус – один из самых опасных убийц Ереси Хоруса. Говорят, что десятки миров привели к согласию с помощью одного лишь удачного выстрела, сделанного столь таинственным воином двадцатого легиона. Терпение в преследовании жертв, грамотная оперативная оценка ситуации для нанесения решающего удара, способность проникнуть на территорию врага и уйти незамеченным требуют не только серьезной физической и ментальной подготовки, но и соответствующей экипировке, большая часть которой уникальна или обильно модифицирована. Помимо модернизированного силового доспеха, крак-гранат, болт-пистолета, ножа и мельта-бомб, Экзодус оснащен и такими уникальными видами вооружения, как ядовитая сфера – вариант противопехотной осколочной гранаты, что применялось исключительно воинами Альфа-Легиона, в которой основу поражающей части составляли пропитанные особым токсином осколки, по слухам технологии изготовления которых была позаимствована у ксеносов. Ну и конечно, стоит упомянуть знаменитую снайперскую винтовку Экзодуса, более известную как инструмент, к разработке которой приложили руку исключительно мастера 20-го легиона, так как упоминания о ней не встречаются ни в имперских документах, ни в спецификациях Адептус Механикус. Винтовка обладает двумя режимами стрельбы, и ее эффективность, судя по впечатляющему списку трофеев Экзодуса, не подлежит сомнению. Также воин облачен в специальный плащ, пропитанный камелиолином, особым химическим составом, мимикрирующим под окружающую среду, что обеспечивает просто запредельный уровень маскировки. Интересно, что в 41-м тысячелетии, а лучше уже сказать в 42-м, схожие по своему принципу варианты плащей носят, например, элиминаторы Примарисов. Неизвестно, исчезли данный отряд или индивидуум, обладающий прозвищем Экзодус после бегства предателей Вока Ужаса, но я думаю, что вряд ли Альфа-Легион избавит себя от столь ценного воинского формирования, если оно, конечно, когда-либо существовало всем Гидродоминатус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!